Здесь осенний переход, ходит целый день народ. Приводите, не грусти, пешехода пропустил. Зачем вообще нужны дорожные знаки? Эти ребята знают лучше любого взрослого. В пятой школе – муниципальный этап марафона творческих программ по правилам дорожного движения. Участвуют восемь команд из образовательных учреждений города. Ребята, я вам желаю всем удачи, вы все молодцы, вы все умницы. И, конечно же, пусть победит сильнейший. Что случилось? Что стоите? Проезжайте! Проходите! Такая путаница на дорогах – не редкость. Правила существуют как для водителей, так и для пешеходов. Задача участников марафона – доходчиво донести до зрителей правила дорожного движения в виде игры. Артистизм, гармоничность, раскрытие темы и идеи, творческая оригинальность и правильность речи – вот из чего складывается результат выступления. По этим всем признакам именно первая школа показала самые высшие показатели именно по важности и актуальности этой темы в нашем городе. Оригинальность еще была учтена. Очень радостно, потому что это наш первый раз, когда мы выигрываем в городском соревновании. Первая школа, первое выступление и первое место. Уже 7 ноября в Долгопрудном ребята-победители покажут свои знания и таланты на зональном этапе марафона. Берем московского областного этапа. Выберем, скорее всего, этот же номер, с которым мы выступали, потому что он сделан четко, и мы его очень хорошо знаем. Марафон проводится ежегодно по Московской области и состоит из трех этапов – муниципальной, зональной и областной. В этом году очень хорошо подготовились команды. Видно работу педагогов, которые работали с детьми. Очень продуманные сценарии хорошие и подобрали детей таких артистичных. Выступления ребят показали, что изучение правил поведения на дорогах может быть интересным, увлекательным, а главное – ответственным делом. Ольга Мариничева, Владимир Безлепкин, программа «День за днём».